Дорогие братья и сестры, сегодня на библейском портале Экзегета мы вместе с вами вспоминаем праведного Лазаря. И вообще у нас Лазарева суббота, вот знаете, когда Великий пост, вот ты уже проходишь этот поприще Великого поста, Четыридесятница, еще остается Страстная Седмица и наступает Лазарева суббота перед входом Господня в Иерусалим, то уже в душе вот что-то такое теплое, потому что Лазарева суббота — это как уже такая вот заря, которая предвещает восход солнца, когда небо на востоке рано-рано утром, еще вот вроде ночь, но уже покрывается алым таким золотистым цветом, и это предвещает восход солнца. Вот так Лазарева суббота на самом деле, это уже такое предвосхищение воскресения Христова, потому что в Лазареву субботу, ну, очевидным образом уже проявляется сила Христова, победа над смертью, и ад уже теряет своих чад, пусть кажется как бы временно, и хотя еще впереди целая такая вот Страстная Седмица, где свои переживания, свои особые такие трудности, но мы уже знаем, что Лазарева суббота, она предвещает нам победу. И вот кто Лазарь? Кто такой Лазарь? Конечно же, вы все читали о нем в Евангелии, и чудо его воскрешения всем нам известно, но первое, на что мы должны обратить внимание, это то, что он назван другом Христовым. Сам Спаситель говорит «друг наш Лазарь». Он называет его другом, и там сказано, что он особо любил вот Лазаря и двух его сестер, Марию и Марфу. Конечно же, вот у них были особые такие открытые искренние сердца, но вот вопрос, а что значит быть другом Христовым? Это ведь не просто какие-то там приятельские такие отношения, когда два товарища решили вместе сходить куда-то там на рынок, да, вместе посмеялись, что-то купили, сыграли в футбол, там еще какие-то дела. Нет, в Евангелии под дружбой понимается нечто более глубокое, и, пожалуй, вот сам Спаситель отвечает на это во время Тайной вечери, когда он говорит своим ученикам, вот где приоткрывается нам контекст подлинной дружбы. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». То есть вот эта вот особая взаимность чад Христовых с самим Господом, да, и упраздняются уже вот эти такие отдаленные отношения, когда Господу мы относимся вот из страха наказания, а Христос, Он уже пришел, Он с нами, Он явил нам свою любовь, свою жертвенную, непосредственную, искреннюю любовь, и другом становится тот, кто на эту любовь откликается любовью, на искренность, искренностью. Вместо лукавства и подлости, у кого открыто сердце на встречу Господу, и кто сам готов в своей жизни явить вот эту вот жертвенность, да, любите друг друга. Вот именно только в этом ключе и понимается подлинная дружба, как единение сердец людей, приобщенных благодати Господа. И вот таковым-то и был как раз Лазарь, и он никогда не предавал, он никогда не боялся, и при этом его дом всегда был открыт Спасителем. Спаситель не имел своего дома, ему негде было главы преклонить, но вот в доме Лазаря он имел приют, это Вифания рядом с городом Иерусалимом, очень близко, фактически сейчас это все, конечно, поглощено Иерусалимом, а в те времена небольшой поселок возле небольшого относительно города. И вот мы узнаем, что да, Лазарь друг, но при этом Спаситель не проявляет вроде бы помощь, потому что приходит весть о болезни Лазаря, а вместо того, чтобы последовать сразу Вифанию и тут же исцелить Лазаря или одним словом его исцелить. Спаситель как специально два дня остается на том бенсте, где пребывал, а потом прямо говорит, что Лазарь друг наш умер. Он открывает прямо вот эту вот трагическую суть происшедшего, и это значит, что быть своим для Христа не означает, что с тебя снимается жизненный крест. Вот раз мы родились уже в этом мире, вне райских врат, то каждый из нас должен понести свою тягость страданий, бед, болезней, кому-то во искупление грехов, кому-то для того, чтобы вот явить больше каких-то любви, милосердия к ближней, потому что страдание подчас учит нас состраданию. Каждому по-своему. Мы не можем приоткрыть всю тайну страдания, но так или иначе быть другом Христовым не означает избежать страданий. И вот Спаситель уже прямо говорит, что Лазарь не только сильно заболел, но и умер, потому что и Лазарь должен вкусить эту общую чашу, но при этом сам Спаситель не оставляет своего друга. И он уже говорит, что Лазарь уснул в том смысле, что смерть теперь называется сном, она дается только на время. И вот это евангельское повествование, оно открывает нам удивительные вещи. Во-первых, мы видим, что даже свои для Господа, они похищаются смертью, и смерть Лазаря, она в чем отличается от других вот упоминаемых в Евангелии смертей, когда Господь являет свое чудо. В других случаях вот смерть, она только-только прикоснулась дочери Иаиры, Спаситель тут же ее воскрешает. Потом мы знаем воскрешение сына Наинской вдовы, когда его выносили хоронить, а по законам вот этих южных стран, там хоронят в тот же день, когда умирает человек. И получалось так, что тоже немного прошло времени, и могли бы найти скептики, которые говорили, ну, это просто какой-нибудь литургический сон или что-то там еще, тому подобное. Но вот в случае с Лазарем это бы не прошло. Вот Спаситель словно специально выжидает время, и приходит, когда уже фактически четыре дня, и, как говорят сестры, как отнимать камень от гробницы, когда уже смердит. И любой скептик тут тут же убедился бы своим собственным обонянием, насколько вот смерть властвует над телом этого почившего человека. Здесь уже исчезали какие-то сомнения, и Спаситель для того-то и приходит вот в этот четвертый день, чтобы показать, что для него нет невозможного, и что действительно смерть теперь становится всего лишь сном, а после этого сна будет обязательно пробуждение. Вот иудеи, собравшиеся, которые пришли тоже оплакивать, поддерживать сестер Лазаря, они, ну, как бы друг с другом так вот обсуждали и говорили, вот не мог ли этот, который открыл очи слепому, сделать так, чтобы не умер Лазарь. То есть их понятие о чуде, оно поднималось только вот до определенного предела, что чудо, оно только до определенного предела. Вот если человек, скажем, заразился какой-то тяжелой болезнью, эпидемия там или вирусы, что угодно, вот его еще можно исцелить. Если он утопает, его можно спасти чудесным образом, но как только он умирает, вот это становится неким пределом, за которым чудо кажется невозможным. Особенно, когда четыре дня, все, какие тут могут быть чудеса. И вот Спаситель-то как раз и показывает, что подобные вещи для него вполне возможны, потому что, собственно, сам Христос – это и есть воскресение, это и есть жизнь. И, собственно, кульминация всего повествования вот этого о Лазаре четверодневном, это слова Христа, обращенные к Марфе. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» И она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, сын Божий, грядущий в мир». Вот не случайно именно этот текст Достоевский включает в свой роман «Преступление и наказание». Помните, когда уже Раскольников находится в далекой ссылке, и у него, конечно, всякие там метания, борения, он еще все атеист, а Соня, которая пытается как-то его пробудить, она верующий человек. Но, что удивительно, сама-то Соня, она блудница, а Раскольников, он убийца. Вот два человека, но при этом Соня, она уже тянется к Евангелию, и в один момент Раскольников вдруг обращает внимание на Новый Завет, и что-то у него в душе пробуждается, и он сам просит Соню прочитать про воскрешение Лазаря. Соня находит этот момент и читает именно вот этот текст, причем Достоевский, сокращая, делает особенный акцент вот на этих словах. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет». Потому что ведь силы-то Христова в чем? Не в том, что он, не только в том, что он воскресил этого четверодневного Лазаря. Да, это по-человечески казалось невозможным, но он это воскресил, и это не было трудно. А особая сила Христова в том, что он воскресает и воскрешает умершие души, вот те души, которые своими грехами издавали вот это тление, смертное зловоние, и были погребены в пещере своих греховных страстей. И вот это вот Соня как образ блудниц, а Раскольников как образ убийц – это тоже символ человечества, людей наполненных злыми мыслями, блудными мыслями, которые тлеют своих страстей, но обратившись ко Христу, они находят свое воскресение. Собственно говоря, в жизни самого Достоевского именно это и произошло. Он поначалу увлекался какими-то революционными идеями, а всякая революция – это кровопролитие, это попытка достичь и добиться жизненного благополучия за счет устранения неугодных тебе, то есть построить счастье одних на несчастье других, пролить чью-то кровь вроде бы для того, чтобы вытереть слезы других. И в каком-то смысле сам Достоевский, он одно время и вынашивал тоже, был причастен вот этим идеям того же Раскольникова, но когда сам Достоевский оказался в ссылке, то и взял в руки Евангелие, то обретает в воскресении своей души подлинный смысл, встретив в своей жизни Христа. И в этом весь смысл. И повествование о Лазаре, оно, во-первых, приоткрывает нам сострадание Христово. Мы видим, что Спаситель прослезился. Мы читаем о том, что когда он, вот скажем так, по-человечески обращает внимание на вот это вот событие, на то, что Лазарь умер, он прослезился и скорбил своей душой, и это говорит нам о том, что Христос до конца был подлинным человеком. И он, будучи Богом, становится подлинным человеком и, переживая те же самые человеческие чувства, проливает слезы, скорбя о горе людей, о той смерти, которая поразила нас. Но он и являет победу, предваряя свое будущее воскресение, и достаточно ему было сказать «Лазарь, иди вон», как в одну минуту ад, испугавшись, отступил, и смерть исчезла. И тут же Лазарь, обвитый вот этими пеленами, выходит из гробницы. Только что он был предан зловонию и тлению, а теперь он вновь живой и дышащий жизнью человек. И мы знаем, что с этого момента Господь творит чудо, допустим, нетление мощей, когда мы приходим к какому-то святому угоднику, и его мощи не просто нетленны, а они благоухают. Вот, допустим, при повторном обретении мощей преподобного Александра Свирского, это уже 90-е годы XX века, известно, что мощи источали мира благоуханное. И сейчас, когда кто-то прикладывается к мощам Александра Свирского, то тоже может почувствовать благоухание. Это часто и многим дается такое. Вот как-то я сподобился на Илеонской горе, там, где в монастыре Марии Магдалины покоятся мощи преподобной мученицы Елисаветы Федоровны и ее сподвижницы Варвары. И один раз было такое вот открытие мощей, открывали именно мощи, и небольшая группа священнослужителей, вот мы прикладывались. И я вот сам почувствовал благоухание, побольше это было от главы святой Елисаветы Федоровны и чуть поменьше от святой Варвары, ее сподвижницы, хотя мощи до этого не открывали достаточно долго. И некоторые другие тоже почувствовали такое благоухание, то есть смерть утратила свою силу. И тление — это уже такое вот временное, условное тление, которое до времени еще овладевает вот нашими умирающими телами. Мы отдаем дань этому вот несовершенному миру, но Господь уже заложил победу, воскресив Лазаря, и затем сам лично победив смерть своим воскресением. Конечно, воскрешение Лазаря — это определенный такой символ, что Христос есть истинная жизнь, что Он воскресит любого, и прежде всего воскресит от греха блудницы и убийцы, кто угодно. Мы все найдем во Христе свое возрождение. И в то же время, конечно, вот можно задаться вопросом, почему, допустим, Лазарю не было после этого позволено жить вообще вечно, ведь он уже воскрешен, да? А мы знаем, что по преданию он прожил еще около 30 лет, проповедовал, и потом, будучи епископом, уже вновь отошел ко Господу на острове Кипр. А дело в том, что представим, что было бы, если бы он бесконечно бы жил и наблюдал, как близкие ему люди умирают и уже не воскресают, да? То есть наш мир остается тленным. Мы должны еще отдать вот эту дань миру, испорченному грехом, в котором некая поломка, и поэтому все мы должны быть посеяны в землю, чтобы некогда силой Божией воскреснуть, зерно, если он не умрет, то не возродится, вот так говорил Спаситель. И, собственно, воскрешение Лазаря, оно только для определенной группы людей являлось свидетельством, потому что другие озлобились. И вот в Евангелии можно увидеть такую интересную параллель повествования о воскрешении Лазаря с притчей Христа о богаче и нищем Лазаре. Вот обычно, на эту параллель не все обращают внимание, обычно притчи, в них не указываются никакие конкретные имена, скажем, там, сеятель просто, вот какой-то некий сеятель, или некий царь, или некий купец, который приобретает поле и так далее. А вот здесь, в притче о богаче, указывается нищий с конкретным именем – Лазарь. И помните из этой притчи, что, в конце концов, нищий вот этот Лазарь умирает, попадает на луна Аврамова, потом умирает богач и просит о чем? О том, чтобы Господь послал вот этого Лазаря в мир, то есть, чтобы воскресил его, и чтобы этот Лазарь предупредил братьев почившего богача о муках за вот эти грехи. Но Господь отвечает, что они имеют законы пророки, да, пусть их слушает, на это богач говорит, ну вот если хотя бы кто-нибудь воскреснет, а Господь отвечает, что если не слушают Моисея и пророков, то если кто-то из мертвых воскреснет, не поверит. И вот мы видим, когда действительно Лазарь воскресает, он воскрешен, воскрешен силой Христовой, он приходит, а фарисеи исполняются еще большей злобой, и они решают убить Христа, который совершил подобное чудо, а заодно убить и самого Лазаря. Поэтому вот такие уникальные, чрезвычайные чудеса, они на самом деле подаются крайне редко, потому что кто-то через них, конечно, может обратиться, но кого-то это озлобляет. И лучше уж пусть люди как-то посредством страданий, какие-то свои жизненные скорбей делают свой личный добровольный выбор, а не будут подавлены каким-то чрезвычайным чудом. Вот можно, наверное, много рассуждать нам о чуде воскрешения Лазаря, но повторю самое главное, что это вот Лазарева суббота, это такое вот предварение воскресения Христова. Это рассвет, который говорит о предстоящем восходе солнца. И даруй Господь всем нам быть причастным радости Лазаря воскресшего, чтобы вместе с ним со временем возрадоваться и светлому Христову воскресению. Аминь. Аминь.